Что ожидать от Путина после выборов 2018 года? Статья на сайте Иввремя.ру Сразу два политолога, Владимир Цибулько и Алексей Голобуцкий, высказывают мнение, что для Владимира Путина должность на данном этапе не играет существенной роли. Своё превосходство Западу он уже показал, поэтому позиция духовного наставника или серого кардинала его устраивает. Стоит отметить, что каждые перевыборы Владимир Путин комментирует как вынужденную меру. В том, что Кремль имеет чёткую программу и уже всё решил, уверен Дмитрий Орешкин. Главам уже дали задание на предстоящие прозрачные выборы под знаком 70 на 70, где первая цифра явка, а вторая результат. Естественно, победа нынешнего президента – это аксиома, которая не требует доказательств. Экономисты и обозреватели, комментируя пенсионные и экономические изменения, отмечают, что неблагоприятные пункты политики остаются на поствыборный период. А вот что будет после выборов в России 2018 года? Новостные издания, основываясь на журналистских расследованиях, видят в серых тонах. Допускают увеличение подоходного налога до 20%. Существует вероятность введения нового прогрессивного налога. Идёт речь в том числе о уменьшении расходов на бюджетную сферу, отмену пенсии работающим пенсионерам и увеличение пенсионного возраста. Прогнозы по поводу революционных бунтов утешительные. И политики, и политологи вероятность появления революционных бунтов сводят к нулю. Все внешние санкции, как можно увидеть на практике, только поднимают рейтинг власти. А к реформам электорат подготовлен средствами массовой информации. И проводятся они постепенно. На страже государственного спокойствия должно стоять также и новое министерство, которое должно вступить в свои права в следующем году. Силовики и правоохранители уже пару лет находятся под прицелом правительства. Идут перетрубации и коррупционные чистки, что только поднимает рейтинг президентского окружения. Точно известно, что после выборов 2018 года Россию ждут изменения. Имеются в виду непривлекательные пункты реформ. Главными из них с большой вероятностью будут Сокращение МВД и ликвидация МЧС с передачей полномочий полиции. Повышение обязательного стажа на все виды военных пенсий. Повышение налоговой ставки до 20%. Патенты вместо ЕНВД. И всеобщая поголовная онлайн-отчетность. Увеличение разнообразных акцизов и второстепенных сборов. Повышение пенсионного возраста при замораживании выплат всем пенсионерам. Ограничение хождения валют. Отказ от разнообразных международных соглашений на фоне санкций. Отмена моратория на смертную казнь и так далее. На законодательном уровне первые попытки выделения слоев общества по принципу «свой-чужой». Ограничение интернета. Создание своей закрытой платежной и информационной системы. Ограничение по социальному пакету. Частичный перевод медицины в платное русло. Закрытие границ. Жесткий контроль почтовых отправлений с последующим отказом от международной недипломатической почты. Снижение финансирования науки и образования. С контролем и выстраиванием идеологически правильного подхода к обучению. Подготовка к информационному контролю граждан. Попытки установления жесткого контроля за перемещением населения внутри страны. На этом пока все. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение в комментариях под видео и ставьте лайки. А если вы и дальше хотите получать интересную и полезную информацию в доступной форме, то подписывайтесь на канал. Всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok